Наставление для высокомерных Знаете, Мюрид не достигнет совершенства, пока будет замечать недостатки в других людях. Пока Мюрид видит недостатки людей, он нуждается в том, кто будет совершенствовать и воспитывать его, и доведет до такой степени, на которой находятся ангелы, пророки и праведники. Однажды с шейхом Мухеттином Ибн-Аляраби случилась такая история. Когда он сел на корабль, поднялся ветер и начался шторм. Он сказал, «Успокойся, о озеро! Над тобой находится море знаний!» После его слов море утихло, из него вышло огромное животное и обратилось к шейху. «О Мухеттин, я задам тебе один вопрос. Если ты ответишь на него, то будешь ученым, а если нет, невеждой?» Он спросил, «Что за вопрос?» Животное сказало, «Если Аллах превратит мужа женщины во что-либо, не человека, то каков будет ее период идда, как у женщины, у которой умер муж, или как у той, которая получила развод?» Шейх не знал, что сказать. Тогда животное сказало, «Если ты сделаешь меня своим шейхом-наставником, то я отвечу на этот вопрос». Ученый согласился, и животное ответило, «Если мужа превратили в живое существо, то женщина соблюдает идда, как после развода. А если его превратили в неодушевленный предмет, то идда будет, как после смерти мужа». После этого случая, до самой смерти, от шейха Мухиддина не слышали даже намека на то, что он обладает знаниями. По размысли над следующими словами, которые ты мог бы сказать, «Если бы я не боялся, что такой-то человек возгордится, когда я стану принижаться и проявлять скромность перед ним, то я бы сделал это». В этих словах содержится предел высокомерия, потому что ты ставишь себя выше своего брата, а затем как бы опускаешься до его уровня. Что касается скромности познавших Аллаха, то она лишена высокомерия, ибо они не думают, что их духовная степень выше, чем у кого-либо из мусульман. Пророки, будучи безгрешными, тем не менее просили, всевышнего Аллаха защитить их от сатаны и от смуты лжемессии, даджжалия. Наш господин Али Аль-Хаваз говорил, «Смута даджжалия – это боязнь, что люди, заставшие времена даджжалия, оправдают его, когда он станет претендовать на божественные качества». В хадисе говорится, что Всевышний Аллах сказал, смысл, «Величие и гордость – мое одеяние, то есть качества, присущие только Господу. Кто захочет снять с меня одно из них, того я погублю». О мусульмане, остерегайтесь судить кого-либо. Поистине, у Всевышнего Аллаха есть господа в образе рабов, как есть и рабы в образе царей. Всевышний часто надевает на своего раба одеяние рабства, убудия перед ним, и делает его рабом в собственных глазах, но господинам в глазах окружающих. Знаете, кто думает, что его навс лучше, чем у фараона, тот проявляет высокомерие. Нет должника, который откладывал бы выплату долга дольше, чем навс. Нет большего врага, чем сатана. Нет противника сильнее, чем собственные страсти. Ничто не отталкивает помощь Всевышнего, как высокомерие, ибо дождевая вода собирается только в низменности, а не на вершинах гор. Так же обстоит дело и с сердцами высокомерных людей. Милость оставляет их сердца и поселяется в сердцах тех, кто обладает скромностью. При этом высокомерными являются те, кто не принимает истину, а не те, кто одевается изящно и красиво. Пророк Мир ему сказал, «Высокомерие» — это пренебрежение истины, то есть отказ от нее и презрение к людям. Однако не думай, что высокомерие присуще лишь высокопоставленным или состоятельным людям. Гордыня лишь портит, но не улучшает, потому что это надменное отношение к созданиям Всевышнего Аллаха. Знай, что каким бы отвратительным делом не занимались грешники, ты не должен считать себя лучше них. Если Мюрид считает себя лучше собаки или мухи, то он лишен совершенств великих людей, шейхов. Ты можешь гневаться на грешников за то, что они, оставив истину, последовали за ложью и оказались отдалены от пути Пречистого Аллаха. Гнев в таком состоянии будет гневом ради Аллаха. Ведь, возможно, грешники раскаются и обратятся к Аллаху, и их положение, может, станет лучше нашего. Аш-Шаарани спросил своего наставника Али Аль-Хаваса, «Как мне, будучи ученым, следующим за своими знаниями, считать себя ниже невежды и нечестивца?» Наставник ответил, «В действительности превосходство людей друг перед другом заключается не в их сущности, телах, а в их качествах. Подумай о словах Всевышнего. Смысл? Скажи, о Пророк, «Я тоже человек, как и вы, ко мне не спосылается откровение». Сура Аль-Кахв, аят 110. Всевышний не сделал между людьми и Пророком мир ему различия, кроме как в получении откровений и в том, что касается покорности перед Всевышним, ради которой и созданы все люди. Из этого ясно, что достоинство людей друг перед другом бывает только в том, что устойчиво не меняется. А знания и состояние человека меняются. Поэтому, о мусульманин, если тебя лишит знаний, то достоинство, благодаря которому ты увидел себя выше невежды, покинет тебя. В присутствии Пророка Мусы, мир ему, двое стали хвалиться своим знатным происхождением. Один из них сказал, «Я такой-то, сын такого-то» и перечислил предков до девятого колена. Тогда Всевышний ниспослал Пророку Мусе мир ему откровения. Скажи ему, «Все предшественники твоего рода горят в огне ада, и ты десятым последуешь за ними». Знайте, что три черты характера являются деяниями благородных людей. Первое. Они любят расходовать свои средства на нуждающихся. Второе. Любят помогать слабым мусульманам. Третье. Любят скромность и трудности, которые доставляют им люди. Абу Саид передал, что посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Ученые милостивого Аллаха – обладатели смиренности и скромности, а ученые правителей – обладатели гордыни и высокомерия». Так же было сказано, скромность – это благо, которому люди не завидуют. Высокомерие – это беда, при которой люди не испытывают сострадания. Величие человека в скромности. А кто ищет его в высокомерии, тот его никогда не найдет. Пророк мир ему рассказал, «Желающий, чтобы люди возвеличивали его, пусть готовит себе место в аду». У праведных предшественников взяли обет, чтобы они возвеличивали людей в соответствии с их скромностью. Поэтому больше всех почтения и радушия заслуживает тот, кто более покорен Всевышнему и проявляет скромность в отношениях с людьми. Мой господин Абдуль-Кадир Аль-Джелани говорил, «Я достиг познания Аллаха не посредством ночных бодрствований и дневных постов, а благодаря щедрости, скромности, искренности, обращению к Творцу языком униженности и нужды, осознанию милости и благ Всевышнего Аллаха и отречению от собственной силы и мощи совершать что-либо». Обладателя смиренности Всевышний Аллах наделяет возможностью приблизиться к нему. Пророк мир ему сказал, «Кому бы Всевышний не явил себя, он непременно станет смиренным». Когда раб милостивого проявляет насилие над кем-либо или вступает с ним в тяжбы, нам становится ясно, что он не из тех, кого приблизил к себе Всевышний. Благо. Шейх Ахмад Хаджи Абдулаев. Муфти Дагестана. Благонравие праведников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok